Следующие докладчики Роман Новик, Солюшн Архитект, ВИПАМ и Лизавета Долгала, бизнес анализа, Data Scientist. Итак, миниатюра, случайное производство. Так, опять мы, Лиза, у нас отвечает за Data Science, я за Солюшн Архитектуру, я чуть-чуть поговорю. Как всегда, слов, такой вот олдскульный трешак, такой вот практически расскажет вам Лиза уже потом про Data Science. Поприветствуем Лизу. Так, тема у нас в видеостриминге Computer Vision в Ажуре. Это мы, опять же, нас представили, контакты здесь, презентаха тоже будет выложена, зарегистрировавшимся людям, рассослана. Про что мы будем говорить? Как всегда, две части. Теоретическая, это моя поговорить, практическая, Лиза, там, рассказать, какие космические корабли мы запускаем. Первое. Именно про видеостриминг и Computer Vision в Клауде. Сначала я хочу показать, скажем так, на базе тех вот вещей, которые я уже рассказывал, там, про reference architecture и про прочие вещи, вот эту вот огромную пропасть в понимании между некоторыми даже нашими отделами или там бизнес-людьми, между тем, как они представляют себе дейта-продукты и между тем, что это есть на самом деле. Вот такой вот приходят к нам продажники, вот, sales, и говорят, нам нужна какая-нибудь там post estimation, вот, пляшут люди, нам нужно понимать, что они делают, вот, и делать какую-то, предположим, там, я не знаю, там, советы, там был вот такой вот случай с одной health and care компанией, которая говорит, мы хотим там давать советы, там, правильно ли осанку там держит человек или нет. Это один момент. Тут достаточно простой кейс относительно, потому что здесь танец, повторяющиеся движения. Есть сложнее кейс, решается совсем по-другому. Это garlem shake, хаотичные движения, да? Вот, соответственно, говорят, мы вот хотим вот такую вот штуку, garlem shake еще там, и они думают, что это все одна, один кусок работы, они кучу кейсов накидали, да, и типа, окей, типа сделайте, вот вам там 5000 долларов, это работайте. И приходят они иногда, к сожалению, не в правильный отдел, чтобы они нарисовали архитектуру, оценили, людей заставили и так далее. И вот конкретно по этому кейсу приходят к нам из отдела, который занимается как бы IoT и другими вещами, и что они рисуют. Давайте посмотрим. Вот посмотрите на эту картинку, да, вы видите, вот видеокамера, телевизор, да, какой-то элементы там с USB, какие-то гейминг, инжин, чтобы нарисовать такой скелетик. И что вам здесь может сразу показаться странным? Ну, вот этот вот квадратик, да, TensorFlow post-estimation. Вот вся архитектура, как это видят айтишники. Вот. И они уже говорят, что мы это уже продали, мы сказали, что здесь нужно 15 embedded инженеров и один data scientist. И мы уже подписываем контракт и, мягко говоря, все уже тут, анбордимся. То есть вот в этом вот штука, когда ко мне вот с таким приходят, я каждый раз просто, ну, честное слово, теряю сначала на день-два дар речи, а потом у меня однозначно реакция, что-то не кликается. Не кликается. Вот. Это вот когда айтишники делают, получается вот такая штука. Все? И здесь отвалилось. Ё-моё! Нет, это уже вот я начал про анекдот рассказывать, да, там просто показывается дальше именно про что этот анекдот. То есть, ну вот представьте, да, вот пост-эстимейшн, рекомендации людям, как правильно держаться на осанку, и вот такая архитектура, видеокамера, телевизор и квадратик с названием TensorFlow. Вот это, к сожалению, иногда такое бывает. Ну, что там у нас? Перегрузились мы или нет? Вот, кстати, вот так вот гораздо лучше, когда темно. Почему сразу не делали? Вот, софиты чуть-чуть горят. Вот. И что, он опять завис? Да, там кусочек видео. Я спрашиваю. Ладно, давай следующий слайд, я буду рассказывать дальше. Не нужно это видео. Интересно, у нас там тоже дальше будет видео, причем важное. Надо было со своим нотиком дойти. У меня, кстати, есть здесь. Все, вот этот слайд хватит. Так вот. И вот сейчас мы будем смотреть, заглядывать в эту кроличью нору, да, и смотреть, что творится вот под этим квадратиком. И какой реально вес во всей этой архитектуре этот квадратик имеет. Напоминаю то, что я показывал, да, и показываю сейчас на пальцах, как вот из этой большой референс архитекчи мы делаем там большую, маленькую solution architecture. Вот. Для реализации это вот тот вот случай, когда мы говорим, что вот это фреймворк, мы берем по каждому квадратику, вот по каждой области там источники данных, поглощение данных, хранение данных, там какой-нибудь exploratory environment, чтобы девелопить, и соответственно потребление данных, и оставляем только нужные вещи. Здесь мы видим, сейчас будет более укрупненная схема, я просто хотел показать на этом слайде, что остается от той большой, пестрой референс архитекчи, когда мы закрываем конкретный кейс. конкретный кейс. То есть на уровне поглощения источников данных мы видим видеокамеры, будет большего разрешения картинка, вы это увидите, на уровне поглощения данных Azure Media Services, плюс какой-нибудь в контейнерах FFmpeg запускается, я сейчас объясню, каким образом, скидываем все в blob storage, наверху вы видите event hub и event grid, потому что именно так работает сейчас Azure Media Services, когда очередной кусок данных хлопается на blob storage, мы подписываемся, что новый кусок данных отрендерен, или там новый кусочек видео мы развалили по кадрам, они положились в, легли в blob store, event grid позволяет на эти события подписываться, и мы таким образом триггерим дальше какой-нибудь процесс. Например, эту картинку скидываем на какой-нибудь rest api, которая говорит, человек такой или не такой. Конкретный кейс, про который мы уже будем сейчас разговаривать, он чуть-чуть другой, не вот тот вот post estimation, чуть-чуть попроще. Он заключался в том, потому что у нас в нем уже есть какие-то успехи и продвижения. Процесс в разработке, но solution architecture, вот этот, он может быть применен на разные случаи, схожий домен, сервисы с той или иной вариацией используются одни и те же. То есть нужно стримить данные, нужно заранее где-то иметь предтренированную модельку и данные видео, которые мы стримим, например, разбивать на фреймы и пропускать через модельку. и получать предсказания, там человек сутулиться или нет. Или в данном случае, Лиза расскажет про этот кейс уже позже, это вот этот вот хави, про который мы уже упоминали, логистика для Макдональдса. Они хотели именно трекать то, что происходит у них на складах через видеокамеры и контролить многие вещи. Это уже будет бизнес кейс во второй части. Но суть это не отменяет. Независимо от того, это вот тот предыдущий для хелс-кейс компании, либо какой-то видеостриминг со складов и решение логистических проблем. Примерно плюс-минус вот такой вот стек задействован. Дальше, после того, как мы скидываем, у нас есть эксплураторий environment внутри. Это, как правило, Azure ML. Data scientists работают на Azure Data Science в Virtual Machines. Это свои такие, так называемые, сандбоксы, которые имеют предустановленный рантайм, которые не предназначены для того, чтобы с большими датасетами работать, но какие-то операции и девелопис позволяют. И дальше кусочек для того, чтобы запаблишить, опубликовать эти данные. То есть там может быть REST API, там может быть какой-нибудь медиаплеер, там может быть просто выкладывание результатов хоть на какой-нибудь FTP или еще что-нибудь. Таким образом, мы идем к кастомеру, на звонок к заказчику, обсуждаем какой-нибудь экспертный пресейл, архитектурной группой. Каждый квадратик, говорим вам, ага. Я имею в виду не каждую вот эту иконку, а вот эту вот область. Так, у вас медиа стриминг. Мы оставляем это. Что вам оттуда нужно? Оставляем это. Какие у вас критерии по поглощению данных? Как быстро реагировать? Может вы будете набирать, набирать видео и, например, раз в неделю потом проводить большой анализ и подбивать результаты? Окей, если вам нужен реалтайм, мы будем делать ивент грид, мы будем реагировать на ивенты, мы будем в не реалтайме пропихивать кадры, фреймы в модельку, которая натренирована заранее. Это параллельный процесс разметки, обработки, очищения датасета и дипломент его в какой-то, предположим, веб-сервис, который можно дергать по ресту. На вход подавать картинку, какие-то параметры запроса и на выход получать результат предсказания. Вот. И в итоге… А, это вот слайд она еще делать, наверное, не закончила, хотел захайдать. Еще это насчет понимания. Это очень близко еще не к Data Science, но к Solution Architecture. И приходят вот эти вот люди и говорят в том числе, что вот мы нарисовали видеокамеру и мы будем стримить на РТСП протоколе. И когда мы начинаем приземляться на конкретную Solution архитектуру, спрашиваем сразу, ребята, а вы рекварименты посчитали, что там Ажур? Да. А вы посчитали, что какие протоколы Ажур понимает? Там, да, только РНТП и Smooth Streaming. А вы уже закупили камеры? Да. Ну, это почти как уже заанбордили людей, только неправильных. Вот и оборудование закупили, только неправильное. Ну, и так далее. Ну, а потом идите объясняйте это кастомеру все. Вот. Это просто не доделал слайд, но он был вот именно про это. То есть именно хотел я здесь раскрыть чуть-чуть недопонимание. И опять же, что когда работаешь с данными quick and dirty, это все-таки наказывает очень сильно. И технический долг, он сразу начинает становиться настолько большим, что… Вот. И вот в итоге, что у нас получается? Из той большой reference architecture получается уже гораздо более компактная в большом масштабе. Сейчас мы пройдемся в solution architecture. То есть у нас камеры. Есть такая штука вот здесь. Она называется Azure Media Services. Она поднимает какие-то endpoints, куда можно пихать видео. И вопрос, кто туда должен пихать видео? Есть видеокамеры простые, которые просто состоят из, соответственно, объектива, матрицы и какой-то флешки, чтобы туда скидывать фреймы. Она не умеет ничего никуда пихать. Есть камеры умные, которым, например, даже внутри может быть Android. Внутри этого Android, внутри камеры можно запустить какой-нибудь агент, который уже будет писать в Azure Media Services в endpoint. Этих оба случая отображены здесь. Есть такая программа FFMP, которая просто откуда-то читает, перекодирует, любой меняет контейнеры, меняет формат вообще и куда-то пишет. Соответственно, верхняя камера вот именно с FFMP на борту, которая напрямую пишет в Media Services. Если камеры у вас не такие умные, то, естественно, мы должны поднять эти FFMP на своих мощностях и просто из IP-камеры забирать данные и пушить их в Media Services. То есть просто такая помпа получается, прокси. Для этого мы говорим, окей, Kubernetes пусть. Это один из вариантов. Естественно, в Azure, да и в Amazon, да и в любом облаке, и в OnPremie очень много разных вариантов решения одной и той же проблемы. Соответственно, это один из них после обсуждения согласования с заказчиком. То есть все, мы говорим, докеры, контейнеры с FFMP, соотношение 1-1, то есть один контейнер, один FFMP, одна видеокамера, запускаем это уже в Ажуре. Здесь условие какое, чтобы IP-камера была доступна по IP-адресу. И мы просто уже тогда вот с этих не совсем умных камер просто помпуем данные в Azure Media Services. Azure Media Services достаточно интересный продукт. Он сделан для большого спектра задач, включая, ну, например, на нем олимпиаду бродкастили на миллионы пользователей. Она умеет там все, что угодно. CDN подключать, права пользователя, авторство. Но нам это все не надо. Поэтому здесь это не показано. Нам нужна была одна штука, там есть такая вещь, которая позволяет очень просто инъектировать свои энкодеры в эту PAS-модель. Это за 5 лет Big Data первый раз, когда я вспомнил, что такое Дутнет. Хотя до этого 10 лет им занимался. Вот. То есть это я сел, написал какой-то, потому что там пока что только Дутнет эти самые можно делать вставочки в Azure Media Services. Очень простой энкодер, который берет и режет, у них там свой DSL, объектная модель, очень удобная, простая. Я сказал, что все, вот этот видеопоток, я с таким-то рейтом режу на фреймы. И это все лендится, падает в, у них это называется, там объектно, модели IMS Storage. На самом деле это обычный бакет в блок сторидже. И вот именно здесь подвешивается Event Grid, который говорит, о, новый фрейм упал, да, и мы его отправляем дальше в систему микросервисов на определение, на анализ, что там то или иное на этой картинке происходит. Так, мы уже досюда дошли, это хорошо, вот там вверху, вот это вот как раз-таки есть штука, которая позволяет, то есть Azure Media Service такой получается транскодер, да, он что-то получает на вход, можно запрограммировать, выдавать в каком угодно виде. Даже под вот эти все сложные сценарии, что он получает какой-то видео стриминговое на вход, сразу бьет по разным разрешениям, там, выставляет на разные инпоинты, можно медиаплеер настраивать, динамически, в зависимости от пропускной способности канала, это переключать и так далее, и так далее. Но для нас это не так было важно. Но мы все равно выставили тоже инпоинт, чтобы из какого-то микросервиса, в том числе слушать этот инпоинт. Но больше он нам нужен был вот этот вот инпоинт, который называется IMS Service Инпоинт, чтобы траблишутить систему, чтобы понимать, что вот на этом этапе вот там вот такое видео внутри в этих контейнерах содержится. Основной как бы поток шел сюда. ну, а здесь определенная вещь с машин лернингом. Как происходит вот этому клиенту просто, это может Лиза потом расскажет, свада у нас такого нету, приходили заказчики и просто они не понимали, что делает Data Scientist, за что деньги платить, причем немалые. и был такой типа воркшоп для них день с Data Scientist посиди за спиной, посмотри, что он делает, как он там с картинками возится, размечает и так далее, там, что он делает, потом запускает на вход какому-то алгоритму, делает статистическую модельку, которая уже является там предиктивной такой вот вероятностной структурой, вот, в которую уже можно неразмеченную картинку запускать, какие-то параметры и получать ответ, что там на этой картинке происходит. Это очень такой вот долгий, скажем так, в оффлайне процесс, это не real-time machine learning, подготовка, тренировка, разработка этой архитектуры Data Science модели. Именно вот этот кусочек ложится в той большой архитектуре в эксплураторе environment. Я уже говорил, что это именно где development, это где работа Data Scientist и так далее, то есть подготовка вот этой вот вероятностной структуре, пропуская через которую какие-то данные, можно получать ответы на какие-то вопросы. И вот после того, как закончены все эксперименты, после того, как эта модель готова, у Azure ML есть такая штука, как кнопочка задеплоить эту модель в веб-сервис, в Azure ML сервис. и эта модель просто с определенной семантикой поднимается, я имею в виду семантика REST API, куда можно спрашивать, вот там картинку, параметры, она отвечает соответственно с такой-то вероятностью это то-то, с такой-то вероятностью это то-то. И вот эта вот штучка, которая называется Azure ML веб-сервис, уже висит постоянно в процессе в каком-то, и ее можно так это инферить в реал-тайме, спрашивать и получать ответы. И вот именно когда вот эти две реал-тайм стрелочки встречаются, то есть идет поток данных, падают кадры, разрезанные вот в этом AMS программе на диск, event grid, event hub, микросервис, который подхватывает их, то есть он не сам там кадры, он говорит, что он подхватывает то, что вот в блобе по такому-то пути лежит этот кадр, и он уже в свою очередь загружает этот кадр и отправляет его через ML микросервис в тот микросервис, спрашивает, что там на этом кадре. Получает ответ, да нет, и пошло на выход. Архитектура понятное решение? Вот. Она уже гораздо более приземлена на землю, но заметьте, как я показывал, что она кубик за кубиком сделана из большой той reference architecture, да, после процесса там пресейла, архитектурного какого-то discovery, обсуждения с заказчиком. Вот так вот и рождается из reference architecture solution architecture. то есть reference architecture, она даже, скажем так, не просто там картинка или там architecture, это больше framework, из которого мы делаем solution. А уже потом, естественно, онбордится техническая команда, там team lead, там DM, delivery manager, которые уже дальнейшее уточнение, требования делают, breakdown на задачи, оценка, приоритизация, спринты, и пошло-поехало, но мы идем дальше. У нас еще уровень есть, падаем глубже. Все-таки вот здесь вот уже Лиза расскажет вам, что это такое. Потому что здесь это вот там, где solution архитекторы или еще пресейл архитекторы, они уже говорят, что дальше мы начинаем детализацию совсем на другом уровне. Тут уже и вот за этим кубиком скрывается еще Лиза. Добрый день. Подожди, давай включим. Я включила. Да? Что там? Может ближе, скажи там? Раз, раз. Слышно еще? Еще раз. Раз. Да. Слышно? Добрый день. Я хочу рассказать про реальную бизнес-задачу, про то, как применялся в ней компьютер Vision, зачем он собственно там был нужен и чем помог. Задача заключается в следующем. Есть компания, которая занимается цепочками поставок. Они доставляют товары в магазины и товары эти поставляются в специальных контейнерах. Различные товары могут находиться в контейнерах различного типа. Вот на рисунке вы можете видеть примеры таких контейнеров. Как видите, они довольно разнообразны. Есть зеленые такие большие коробки, есть узкие контейнеры, есть контейнеры на колесиках, европалеты и прочее. И когда товары в магазине разгружаются, работники магазинов должны подготовить контейнеры для возврата. Дальше водители должны перед тем, как забрать эти контейнеры, они должны пересчитать, сколько контейнеров каждого типа им вернули. Собственно, такой ручной подсчет может приводить к нескольким проблемам. Во-первых, люди тоже могут ошибаться и считать такие узкие контейнеры, сложные в стопке, довольно утомительно, можно что-нибудь напутать. В то же самое время это отнимает достаточно много усилий, достаточно много времени. То есть на каждую такую остановку при подсчете контейнеров водители могут потратить где-нибудь больше пяти минут. И что касается ошибок подсчета, то ошибки как в меньшую, так и в большую сторону приводят к неприятным последствиям. Если водители ошиблись в меньшую сторону, то есть решили, что им вернули не все контейнеры, то это приводит к эскалации. А если они считают, что им вернули столько, сколько нужно или еще больше, то через некоторое время они просто обнаружат, что контейнеров не хватает, придется заказывать, это потери денег для компании. Поэтому возникла задача замены ручного подсчета на автоматический подсчет. Собственно, как это было решено сделать? Водители могут просто делать фото этих контейнеров и дальше это фото будет отправляться некоторому приложению, которое с помощью методов компьютер-вижена и глубокого обучения будет говорить, сколько контейнеров каждого типа. Здесь начинается самое интересное, собственно, что за этим стоит, какие модели и что вообще нужно пройти, прежде чем получить такое приложение. Значит, если говорить про подсчет контейнеров, то как эту задачу можно решать? Чтобы посчитать контейнеры каждого типа на фотографии, можно находить эти контейнеры, то есть определять их точное положение на фотографии и классифицировать, говорить, какому типу конкретно объект принадлежит. Задачи объект детекшена эффективно решаются нейронными сетями. Что такое нейронная сеть? Если говорить про нейронную сеть, то это некоторая функция, которая принимает входные параметры и выдает выходное целевое значение. то есть на входе у нас картинка, а на выходе у нас такой multidimensional output, то есть несколько выходов для каждого типа контейнеров, мы знаем их количество. И это в общем случае для нашей задачи. Когда мы подразумеваем задачу на какие-то стадии, то мы должны сразу найти объект и классифицировать его. нейронная сеть, она проходит обучение с учителем, то есть для того, чтобы обучать нейронную сеть, нам нужно вначале иметь размеченные данные, то есть train set, это картинки, на которых будут выделены специальными bounding боксами наши целевые объекты и будет для каждого объекта сказано, какому он прилежит классу. Для того, чтобы работать с нейронными сетями, существуют такие фреймворки, как, например, TensorFlow. это фреймворк, который позволяет выполнять эффективные вычисления и в случае нейронных сетей, как я уже говорила, это некоторая функция, задача заключается в том, что нам нужно оптимизировать функцию потерь. Функция потерь для каждой задачи индивидуальная, останавливаться на этом подробно я не буду, но в общем это задача минимизации некоторой функции. Кроме TensorFlow широко применяются такие библиотеки, как Keras, то есть Keras имеет более высокий уровень, там мы работаем со слоями нейронной сети непосредственно, а на TensorFlow мы можем спуститься ниже и работать на уровне операций, то есть в целом для того, чтобы выполнять вычисления в TensorFlow изначально задается граф вычислений, каждая вершина графа это некоторая операция и этот dataflow граф дальше исполняется, то есть от каждой вершины к вершине происходит операция над данными и из входа, из входного узла мы в итоге получаем output, то есть например наш целевой этот класс и координаты bounding box это в случае задачи object detection также немножко пройдусь по другим детальнее по архитектурам для object detection задачи существуют различные специальные архитектуры нейронных сетей они постоянно развиваются усовершенствуются некоторые архитектуры быстрее других у каких-то большая точность это измеряют на каких-то стандартных датасетах конечно в зависимости от задачи нужно выбирать свои архитектуры если мы знаем что у нас должно все это работать в реал тайме то нам нужна нейронная сеть у которой достаточно высокая скорость инференса в нашем проекте мы выбрали сеть faster cnn по совокупности различных характеристик она эволюционировала из других нейронных сетей то есть до нее была faster cnn до нее еще rcnn заключается архитектура сети rcnn заключается в следующем то есть изначально каким-то сторонним алгоритмом ассекциевного отбора генерируются специальные регионы которые являются кандидатами областей для наших вот этих вот объектов дальше это все проходит через специальные нейронные слои и на выходе у нас происходит классификация регионов если регион если в регионе не находился никакой объект то это будет классифицировано как бэкграунд слои эти усовершенствовались и в итоге была получена сеть faster cnn в которой еще заложена другая дополнительная сеть region proposal network она вместо того чтобы вместо того чтобы использовать сторонние некоторые сторонние алгоритмы для генерации вот этих region proposal сама эффективно генерит такие области причем за счет того что у нее много слоев является общими с сетью то faster cnn имеет хорошую производительность то есть inference выполняется гораздо быстрее чем в случае например rcnn и также быстрее чем в случае faster cnn значит какие смежные задачи с object detection существуют задачи например семантической сегментации и instant сегментации чем они отличаются от задачи object detection в случае object detection мы находим наши объекты на картинке и фактически мы знаем в каком bounding боксе располагается тот или иной объект в случае семантической сегментации у нас выполняется классификация каждого пиксела и мы говорим что конкретный пиксел принадлежит такому классу например бутылка кубик чашка и так далее в случае instant сегментации мы не только говорим что пиксел принадлежит такому классу но также указываем номер объекта которому он принадлежит то есть мы можем в итоге перечислять вот эти вот кубики и если вы видите там в случае семантической сегментации если два кубика пересекаются то мы уже не можем разделить эти два инстанса в случае instant сегментации мы разделяем эти два объекта значит это было небольшое вступление на тему какие вообще задачи решаются глубокими сетями а теперь собственно да еще я забыла для семантической сегментации также применяются свои архитектуры и одно из таких известных сетей является юнет который принимает на вход картинку а на вход выдает маску ну такую как вы например вы видели на предыдущем слайде как это как это все собиралось у нас в проекте вот имеется картинка на этой картинке нам нужно посчитать количество объектов каждого типа и эти объекты решено было находить с помощью object detection алгоритмов но какие здесь возникают трудности есть объекты которые очень сложно считать с помощью object detection это вот такие узкие контейнеры узкие контейнеры складываются в стопочки и для того чтобы задетектить такие объекты во-первых нам нужно иметь обучающую выборку в которой все вот эти контейнеры будут размечены прямоугольничками и это тоже довольно проблематично то есть объекты очень узкие просто даже четкую разметку составить довольно сложно кроме того иногда фотографии снимаются не под прямым углом а под углом например 45 градусов и тогда получается что картинка искажается перспективно и в итоге вот эти вот все контейнеры и коробочки они выглядят как параллелограммы и когда мы выделяем параллелограмм прямоугольным баундинг-боксом то в этот баундинг-бокс входит соседний верхний и нижний например узкий контейнер и это потом порождает ошибки сети Object Detection модели в итоге решено было такие стопки обрабатывать отдельно то есть Object Detection модель находила целую стопку а дополнительный алгоритм обрабатывал стопку и говорил сколько же объектов внутри этой стопки и вот этим дополнительным алгоритмом как раз была семантическая сегментация то есть сначала обучалась Unet сетка на такие стопки и она находила она училась создавать маски в которых черный фон и белым выделены только границы между контейнерами то есть иными словами там нижняя граница каждого контейнера после того как такая маска была получена то достаточно было просто посчитать число белых линий на изображении чтобы понять сколько там было вот этих узких контейнеров почему вообще нужно было идти таким трудоемким способом на первый взгляд кажется что можно просто обнаружить стопку и дальше основываясь на каких-то изначальных знаниях о соотношении между шириной и высотой контейнера просто посчитать оценить вот это число контейнеров стопки просто разделив там высоту на какое-то стандартное число но так на самом деле делать нельзя потому что это приводит к большим погрешностям вычислений стопки не всегда идеально сложены то есть не всегда контейнеры плотно примыкают друг к другу между ними могут быть какие-то зазоры и в результате этого можно получить довольно большую ошибку доходящую до 10 и более процентов поэтому как раз задача семантической сегментации гораздо точнее решала эту проблему для реализации использовался фреймворк TensorFlow библиотека Keras также в процессе каких-то исследований пользовались фреймворком PyTorch и что касается всевозможных преобразований изображений то также помогала библиотека OpenCV OpenCV позволяла выполнять например операции такие как перспективное преобразование изображения то есть после того как была получена вот эта черно-белая маска из семантической сети нужно было посчитать число линий и для этого сразу изображение трансформировалось так чтобы линии выравнились горизонтально дальше там убирался шум в изображении и подсчитывались каким-то ювристическим алгоритмом который также подбирался с помощью оценки на валидационном сете с помощью этого алгоритма подсчитывалось количество контейнеров каждого типа и какие у нас были результаты результаты показали что во-первых ошибка которая получается при использовании автоматического подсчета меньше чем ошибка при подсчете человеком ну как правило практически для всех типов контейнеров это было так и ошибка уменьшалась на несколько процентов ну для этого собственно генерировался специальный собирался специальный тестовый сет на котором были получены каунты ручные каунты машинные и по специальной метрике они сравнивались также каждая картинка обрабатывается в районе секунды то есть на простых изображениях на которых не требуется дополнительная выполнение семантической сегментации это время еще меньше на сложных изображениях вот как на этой картинке когда много вот этих стопок с большим количеством контейнеров дополнительно выполняется семантическая сегментация и время чуть больше но все равно это в районе секунды а ручной подсчет уже как я говорила выполняется больше 5 минут также ну вот здесь вот вы видите статистику при сравнении производительности инференса на cpu и gpu использование gpu значительно уменьшает время работы сети вот на простых изображениях на cpu с 12 ядрами в 5.7 раз быстрее выполняется инференс на gpu чем на cpu а на сложных изображениях даже в 6.5 раз ну что уж там говорить про cpu 6 и так далее значит какие еще можно сделать по этому замечанию на самом деле подводных камней этой задачи было гораздо больше то есть помимо вот этой проблемы помимо проблемы с узкими стеками была также проблема вот объединения этого всего в pipeline потому что сразу для вот этих стопок проводится object detection а дальше на стопке выполняется сегментация но если object detection модель ошиблась и ошиблась даже не в детекции самой стопки а просто сделала недостаточно хороший bounding box то уже семантическая сегментация не может выдать потом правильного ответа потому что она изначально получила не всю область поэтому дополнительно еще тюнились функции потерь чтобы заставить вот эту object detection сетку выдавать как можно более точный bounding box и также применялся дополнительный алгоритм который потом позволял поправить его так как чтобы он был как можно более точным значит хочу еще показать небольшое демо как здесь нажать на минутку да на минутку тоже подвис не показывает короче демок ну хоть не подвис черный экранчик у нас такого не было ну и ладно назад может быть еще хорошо тогда задавайте вопросы я чуть-чуть одну секунду суммаризирую то есть в итоге вы видите что в такого класса задач команда из очень высококвалифицированных и очень дорогих data scientist делает настолько огромный объем работы после которого мы понимаем что даже после провала под первый уровень и мы считаем что-то после провала во второй уровень вниз приземление настолько критично изменяются вообще представления о том что этот проект сколько он стоит какие туда должны люди заходить и вплоть до того что какое там оборудование должно быть закупаться на этапе прокюримента вот то есть вплоть до того у нас были кейсы правда вот не с таким не с этими коробками а там распознавать там баночки например кофейные отражают и на уровне ну отражают просто когда фоткаешь их и все и очень плохое качество распознавания и было принято на уровне именно там высшего менеджмента той компании решение именно во время производства этих баночек сделать делать матовые крышечки чтобы они меньше отражали чтобы увеличить степень точность распознавания объектов чтобы снизить там какую-нибудь ошибку чтобы экономить деньги и вы представляете какой технический долг в таких проектов с самого начала именно вот про это мы пытались рассказывать несколько сессий вам и пока и вот еще вторая вот все это уже 5 секунд это то как работают в практике у нас люди разных скиллов вместе то есть естественно это дело нужны там девопсы автоматизировать дейта инженеры там проводить разные и теле там писать уже непосредственно код не вот такое запускать продакшен пайплайнс и так далее и тому подобное и вот это вот есть дейта практика и вот это вот есть именно тот дейта продукт который приходит кастами расспрашивают мне говорит я не знаю ваших разделений дайте мне вот чтобы ящики распознавались а внутри вы называетесь там друг как хотите все теперь вопросы спасибо было очень интересно вот меня по второй части то что роман говорил там примерно можно представить что когда сколько какие этапы работы а вот в этой части чтобы хотя бы как-то положить в голове сколько какие работы какие фазы этого наибольший эфорт наибольшие усилия по времени по количеству людей и может быть на примере вот конкретно вот этого кто работал над этим какие люди работали сколько их работало можно сбор каких-то требований от заказчика то есть нужно понять вообще звука опять нету включено раз два так слышно первый первый этап это был сбор каких-то требований вообще нужно было понять в чем заключается задача что нужно заказчику также очень важный этап это вообще сбор данных потому что без данных например диплёрнинг алгоритмы работать не будут то есть нужно понять какими данными располагают заказчики нужно просмотреть эти картинки вообще понять что потенциально можно здесь применять какие потенциальные алгоритмы дальше если данные не размеченные то нужно еще дополнительно выполнять разметку например в случае вот как раз с семантической сегментацией то есть это был шаг такой который изначально в таком виде не планировался то есть в общем это звучало как object detection можно применить здесь но когда потребовался такой этап как семантическая сегментация потребовалась своя специфическая разметка вот этих стопок то есть дополнительно еще затрачивались там часы на то чтобы вот эти вот вырезанные регионы разметить масками там специальной программой и подготовить таким образом данные для это ручная работа да то есть это все выполняется вручную и собственно ну существуют всякие тулы для разметки там для object detection для сегментации там для разметки видео тоже но хорошо вот и в итоге сразу нужно подготовить данные и дальше конечно тоже ну достаточно много времени занимает обучение моделей обучение object detection модели обучение семантической сегментации потом нужно все это собрать в единый pipeline и прогонять то есть и оценивать качество на валидационном сейте там чтобы выбрать лучшие модели занималась у нас этим человек семь наверное и ну это включая то есть включая разных людей то есть включая дейта сайентистов разработчиков и вот такой POC было сделано ну то есть те результаты которые я показывала они были достигнуты за полтора месяца то есть и было уже написано здесь на самом деле в демо показано было приложение которое это делает то есть там просто веб-страничка то есть веб-приложение закидывается картинка и выдается то есть визуализация работы алгоритма вот эти вот bounding box и снизу такая табличка то есть сколько контейнеров каждого типа на этой картинке вот такое вот приложение за которым собственно скрываются вот все вот эти вот модели при процессинге изображений постпроцессинге и прочее еще раз спасибо за доклад есть несколько вопросов по первой и по второй части касательно первой а почему рассматривали рассматривали вы какие-нибудь альтернативы мс пришел заказчик с ажуром а все нет конечно то есть все в майкрософт там сидят евангелисты продали все сказали мы все делаем на ажуре пас все взлетит и приходит уже на интейк кастомер с ажуром это его все это его hard preference мы говорим что там может даже где-то в другом месте другой стек лучше нет мы хотим так ну хави логистика для макдональдса ну когнитив толкит это другая вещь она аж не умеет такие вещи делать хорошо какие подводные камни еще были с работой с мс это касательно ну как бы у нас был очень говорю еще раз простой кейс сильно подводных камней не было он из келлиуса нормально и все что мы от него хотели простые трансформации тоже делалось у нас не было кейсов я еще раз говорю там подключать сидиены распространять видео на миллионы там людей да то есть например там олимпиаду смотреть и так далее здесь именно был хороший чем он хорош для этого вот именно кейса мс что стандартные протоколы с ним хорошо работает ffmpeg что он можно легко туда вообще там буквально вот кодинга там 20 строк кода писать вот такие вот кастомные декодеры чтобы резать с любым рейтом видео на кадры и приземлять то есть это очень хороший движок акселератор для подобных вещей конечно можно было бы ставить какой-нибудь кастомный медиа сервер на инфраструкции за сервис ну и так далее и так далее все то есть был преференс от кастомера и мы соответственно очень быстро хорошо такой тоже покем сделали нарисовали показали все были достаточно довольны и небольшой вопрос по второй части а насколько тяжело и по времени затрат на обновление всей этой модели допустим захотели новый вид полет сколько по времени займет и насколько тяжело то есть то что рассказывала Лиза они делали это в своей data science скажем так песочнице Azure machine learning virtual machine data science virtual machine это поднимаются с GPU специальные виртуальные машины со специальным настроенным рантаймом со всеми TensorFlow и так далее их задача сделать написать скрипты которые вот эти сценарии которые даже может быть на этой виртуалке на слишком большом дата сети не сработают в данном случае если размещенный вот этот вот дата сет он туда влазил все окей я же просто вообще совсем большие скил дата сет на которых тренировать надо и так далее тогда это нужно в другой выносить там например в Azure Amal Service и Azure Amal Service Azure Amal Studio уже обеспечивают полный жизненный цикл подобного решения то есть тренируется новая модель а это уже задеплоено есть средства которые управляют контролем версий которые редеплоят поднимают заново держат историю изменений и так далее то есть именно в Paase эта инфраструктура уже есть и после проведения определенного количества экспериментов задача стоит там запустить опять же или какой-нибудь скрипт написанный там начиная от повершела заканчивая питоновскими которые там есть в Azure Amal Service ну или же там есть портальчик в Azure Amal Studio нажать кнопочку я хочу это задеплоить эту модель по этому эндпоинту он просто поменяет их то есть это уже как раз таки задача не дейта сайентиста а архитектора девопса дейта инженера сделать все эти интеграции провести вот этот весь пайплайн то что Лиза упоминала про пайплайн это уже пайплайн перехода внутри то есть именно архитектура нейронной сети слои между ними какое-то подключение дополнительных библиотек вот как OpenCV все вот эти библиотеки которые Лиза показывала они очень хорошо интегрируются out of the box в само Azure Amal то есть там TensorFlow Keras OpenCV что там еще показываю PaiTorch не знаю то есть в Data Science в машине они есть и вот они там делают свою архитектуру Data Science но даже вот эта архитектура выступает как микросервис для нас для архитекторов у нее есть вход есть выход а уже лайфсайклом этого дела автоматизации скалированием и прочим вещами занимаемся мы то есть получается что даже этот процесс он тоже не выглядит вот как мы сейчас рассказывали мы начали они закончили мы начали они продолжили опять кто-то подхватил и так далее и так далее это я уже не говорю уже о последующих operations там support который тоже вот это вот все делает практикой поэтому скиллы разные отделы разные работа работа вот как как эстафета друг другу передаешь это очень сваженная работа ребята мы уже немножко перебрали времени поэтому все вопросы на стенде если можно все спасибо вам